Я приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и новые зрители, если конечно такие есть, из глубин контового моря, вам вещает ваш Ханкайфак. И в сегодняшнем видео я бы хотел разобрать, почему Киана намного сильнее Ичиго, и почему она вообще победила в том поединке. Я просто приведу пруфы на Киану и расскажу, что... ну просто расскажу, что Киана творила в игре, в манге и тому подобное. Так что присаживайтесь поудобнее, заварьте ее чай, готовьте там себе печеньки, ну а я буду начинать свой великий ханкайский разбор. Вы видите по этому фрагменту Киана, когда ей было лет 10-11, она уже сражалась вместе со своим отцом против ханкай-зверей. А ханкай-звери инвалируются, с которыми она именно там сражалась, от здания до квартала. То есть Киану в 10 лет уже могла сражаться против челиков, которые могли сносить здание, либо квартал. Да, я понимаю, что с ней был отец, и он тоже за нее как-то поболее работу делал, но в любом случае она кого-то там даже и могла убивать. Так что исключать от того, что Киана могла кого-то там тоже, этих ханкай-зверей убивать, тоже нельзя. Также, когда она была человеком, самым обычным человеком до того, как она стала валькирией или тому подобное, с порезанной спиной смогла спокойно оторвать крыло Хешеру, пусть не пробудившимся, но в любом случае Хешеру. А это уже сильное достижение для Киана, и говорится о ее огромной физической силе. Дальше у нее шел ее костюм императора лунного рыцаря, где она могла создавать вот такую огромную пушку и стрелять огромными снарядами, которые по факту должны сносить остров. Вы спросите, откуда у Кианы может на этой выстреле, она может снести остров, если там не больше пару метров. Но я вам на это просто легко отвечу. В манге говорилось, что она одним выстрелом может снести город, но этого не сделала, потому что ей это просто не нужно было за надобностью. И эти слова подтвердил Отто Апокалипсис. Ну а теперь подумайте, что это были всего лишь песчинки по сравнению с другими формами. Потому что Киана еще продает дягу пустоты и сила Хешера пустоты. Также еще и финальные формы огненного Хешера, о которых я сейчас все расскажу. Ну, допустим, когда Киана уже освоила силы Хешера, она смогла уже ломать реальность и перемещаться в Куантовое море без каких-либо порталов. И она это могла все делать в базе без сил Хешера и разбивать барьеры, которые должны по факту сдерживать Хешера. А она сбила это все в базе, будучи ослабшей битвой, ну и немножко раненой. Ну, если так еще подумать, то она внутри себя победила Сирен, которая постоянно ее сдерживала и забрала все силы Сирен. Поэтому как бы тут все неоднозначно, но в любом случае она забрала все способности Сирен и смогла их полностью контролировать и даже каким-то моментом улучшила. Ну, а Сирен могла выдержать как взрыв звезды, закрывать черные дыры, так же, как и искривлять пространство по своему желанию. И так же манипулировать душами. Но в теле Киана Сирен стала раза в два в три мощнее, если Сирен уже была самой высоким планетарником. А в теле Киана она по факту стала уже даже не то, что высоким планетарником, а где-нибудь звездником. То есть, по факту Сирен уже могла, ну, то есть не Киана, потому что даже подбитый на Сирен стал намного сильнее, нежели Сирен, когда была сама в теле Кианы. И когда Киана победила Сирен, то по факту Киана даже стала сильнее. И, в принципе, Киана может уже снести в форме Хершера звезду, так и, в принципе, иметь галактическую прочность. Но у Киана еще есть форма Хершер-Фламос, где она имеет такие же способности, как Хершер-Кустоты, но стала еще раза в два-три сильнее из-за других ядер Хершеров и тому подобное. Поэтому думайте сами, какой у него может быть галактический уровень. Ну и последний пруф, от которого вы, наверное, ошарашитесь. Хершеры внутри Кванта могут уже уничтожать мульти-вселенные. Так что подумайте сами, насколько Киана сможет стать намного имбою, нежели когда она находится вне Кванта. То есть, если вне Кванта она является галактическим уровнем, то внутри Кванта она уже является, ну, так сказать, мульти-вселенским уровнем. И при том, в Квантовом море находится не парочка мульти-вселенных, а миллиарды. Но про космологи Хангая я расскажу потом, в следующем видео, потому что здесь нет смысла. Ну, а что ж, показал у нас наш великий Ичига. Ну, по факту он ничего толком-то такого имбового не показал, что в аниме, что в манге. За исключением только некоторых пруфов на его РП. Максимум, что показал Ичига, это просто взрывную волну снести небольшую гору и ничего особенного. Ну, и движением руки уничтожить какую-то там хагиоку, которая типа искрывает время и пространство. Но на деле это просто такое подобие черной дыры или как печать. Это ничего особенного. Это просто такая печать внутри плеча. По поводу этой битвы я уже все объяснил, пуфанул и тому подобное. Если кто-то со мной не согласен или я что-то не договорил, пишите в комментариях. Ну, а так у меня все. Так что всем удачи и всем... До скорого! Продолжение следует...